МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И в этом выпуске. 17 ноября в светлое время суток в центре города Наринмара злоумышленник напал на мужчину и ударил его гвоздем в лицо. Пострадавший без сознания был доставлен в приемный покой в Ненисской окружной больнице. По данным на 17 ноября диагноз COVID-19 выявили у 15 жителей региона. Из них 6 новых случаев выявлено в Шойне. Три тяжелых пациента скончались в эти сутки. Спортивную площадку в ТОС Старый аэропорт обустроили и открыли накануне в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». 17 ноября в светлое время суток в центре города Наринмара злоумышленник напал на мужчину. Инцидент произошел на проезжей части улицы Ленина примерно в 11.30 утра. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. По предварительным данным, злоумышленник ударил потерпевшего гвоздем во время выяснения отношений. Пострадавший без сознания был доставлен в приемный покой в Ненисской окружной больнице. Он потерял много крови. По подозрению в преступлении был задержан 62-летний житель Республики Коми. Обнаружено предполагаемое орудие преступления. На данный момент ведутся следственные действия. И теперь информация об эпидемиологической обстановке в Нениском округе. По данным на 17 ноября за прошедшие сутки диагноз COVID-19 выявили у 15 жителей региона. Три пациента скончались. По информации регионального управления Роспотребнадзора в числе вновь заболевших 8 жителей Наринмара, 6 жителей Шойны. Кроме того, зарегистрирован один привозной случай из Архангельска. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано более 3000 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2748 человек. За прошедшие сутки 11 пациентов. В регионе зарегистрирован 71 летальный исход от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс находится 262 человека. Еще у пяти пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом иммуноферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 267 человек. Из них стационарное лечение получают 47 пациентов, амбулаторное 220. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 1170 человек. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Посты и педконтроли в аэропорту Наринмара на посадочных площадках в Нижней Пёше, Оми и Нисси. Обязательный масочный режим. Система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горящую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. На портале госуслуги завершилось голосование за малочисленные населенные пункты, в которых в следующем году появится мобильный интернет. В Ненецком округе участие в голосовании приняло порядка 1200 человек. Первое место в голосовании на портале госуслуги занял поселок Хангурей, за которое отдали свои голоса 238 человек. На втором месте деревня Макарова. По условиям проекта к мобильному интернету могут подключить населенные пункты с количеством жителей от 100 до 500 человек. При этом геологические условия не должны быть сложными для прокладки кабеля. А расстояние до точки присоединения к сети связи оператора не более 70 километров. Под условиям в Ненецком округе в 2022 году попадает 8 населенных пунктов Макарова, Каменка, Щелино, Анди, Клабожская, Коткино, Оксина и Хангурей. В настоящее время поселок не имеет базовой станции МТС и получают сигналы от Каменки и Оксина. Связь, конечно, неустойчивая. Это вызывает жалобы населения. Программа устранения цифрового неравенства реализуется компанией Пауэрус Телеком и Минцифры России с 2014 года. Завершение проекта запланировано на 2030 год. К концу программы во всех подходящих под условия программы населенных пунктов Ненецкого округа появится современный стандарт связи 4G. Дополнительные средства будут направлены в 2022 году на субсидии на производство и реализацию продукции оленеводства. Депутаты повторно рассмотрели расходы бюджета на эти цели на заседании парламентской комиссии по вопросам КМНС, природопользования и экологии. Ранее на заседании профильной комиссии, состоявшейся 12 ноября, депутаты не согласились с предложенными Департаментом природных ресурсов, АПК и экологии суммой средств, заложенных в окружном бюджете на следующий год на субсидии оленеводам. Речь шла о сохранении субсидии в 150 рублей за 1 килограмм продукции оленеводства при реализации оленины, в том числе сторонним потребителям. Также встал вопрос об объеме мяса оленя, который акционерное общество мясопродукты может принять у оленеводческих хозяйств на переработку. Повторно к рассмотрению темы вернулись накануне. Основной вопрос, исходивший от комиссии ОМНС, уважаемых депутатов, заключался в объеме мяса, который гарантированно будет сконтрактован мясокомбинатом нашим окружным. По данным вопросу уже предварительно заключены договоры на больше чем 600 тонн мяса. С учетом того, что проведена была работа по загрузке контракта мясокомбината, мы связались с администрацией миллиарных субъектов, сопредельных с нами. Предварительно есть договоренность и заключение контракта именно еще на 300 тонн. То есть 800-900 тонн мы на уровне прошлого года планируем обеспечить. После повторного обсуждения вопроса о субсидиях для оленеводческих хозяйств депутаты согласовали первоначальный размер бюджетных ассигнований, заложенный на 2022 год в сумме 154 миллиона рублей. Но с рекомендацией увеличить ее между первым и вторым чтениями законопроекта об окружном бюджете. Администрация нескольких нового округа при доработке проекта закона округа ко второму чтению и последующих изменений бюджета в течение 2022 года увеличит бюджетное ассигнование на субсидии на возмещение затрат на производство и реализацию продукции оленеводства на 2022 год в сумме 50 миллионов в 112 тысяч 200 рублей. Ну и на следующие годы, соответственно, по потребности, не исходя из необходимых изменений. И рекомендовать администрации НАУ установить субсидию на возмещение затрат на производство и реализацию продукции оленеводства, исходя из ставки 150 рублей за килограмм, с тем условием, что сегодня расходы по бюджету мы утверждаем, исходя из выплаты субсидии в 150 рублей для прочих потребителей. Депутаты также предложили отрегулировать порядок предоставления субсидий оленеводческим хозяйствам с тем, чтобы цены на оленину для населения региона были доступными. Тогда мы с вами должны в регулировании цен принять участие мясо, которое реализуется для населения. Вот это второй вопрос хотелось бы быть. Когда, в какие сроки и какая цена будет? Представители профильного департамента пообещали проработать вопросы регулирования цен. Что касается положения дел в оленеводческой отрасли в целом, то, как было отмечено на заседании, показатели в настоящее время оставляют желать лучшего. Если раньше одно или два хозяйства, значит, была динамика отрицательная, сегодня по вашему докладу, да, видно, что это всем уже хозяйствам имеет отрицательную динамику развития. Ну, это на самом деле очень плохо. Да, мы давали всегда субсидии для мясокомбината, и это, может быть, в то время было правильно. Сегодня надо, наверное, на самом деле пересматривать этот подход. Не о чем и говорили в том числе и руководители. Вот у нас, они же надеются, что вот будет все хорошо, да, у них не получился разговор с департаментом. Они обращаются к непосредственно депутатам, и в их обращении что содержится. Они просят, чтобы все-таки были учтены суммы на коральные работы на весь осенний и весенний период, да. Они просят, чтобы была модернизация вот их производства, может на самом деле разработать программу по поддержке всех сельхозпроизводителей. Обсуждение темы поддержки оленеводческой отрасли будет продолжено в собрании депутатов Ненецкого автономного округа совместно с представителями профильных ведомств. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Накануне в старом аэропорту произвели государственную приемку уличной спортивной площадки на улице Российской. Спортивный объект появился здесь в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». В холодный ноябрьский день в ТОС «Старый аэропорт» на улице Российской встречают гостей. Здесь открывают долгожданную, пусть и небольшую, спортивную площадку. Дело в том, что микрорайон «Старый аэропорт» очень большой микрорайон, существует уже давно, и у нас совершенно нет спортивных объектов. Поэтому жители инициировали строительство тренажеров хотя бы так начать строительство спортивных объектов в нашем микрорайоне. Площадку удалось построить в рамках проекта «Инициативное бюджетирование», утвержденного постановлением губернатора Ненецкого автономного округа. Проектом предусмотрено, что любая инициативная группа жителей может выступить с предложением по благоустройству территорий в своих микрорайонах и дворах для улучшения качества жизни населения. У детей появилось разнообразие. Они не только занимаются, не только для маленьких детей, но и для подростков. Дети проводят здесь время. Я думаю, что, конечно же, так как микрорайон находится в отдалении от основной инфраструктуры города, то здесь они занимаются, собираются вечерами и проводят свое свободное время с пользой для здоровья. Ранее такие проекты были реализованы и в других микрорайонах города. Также важно, что спортивные площадки в городе устанавливаются с соблюдением современных требований безопасности. Здесь спортивная площадка. Расширили детскую игровую площадку. То есть не расширили, а добавили зону спортивную. Установили пять тренажеров. Сделали дополнительное ограждение и травмобезопасное покрытие. Теперь и дети, и взрослые могут тренироваться, как говорится, в шаговой доступности, что, безусловно, будет способствовать здоровому образу жизни. Катерина Тайборей, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Ежегодная региональная выплата многодетным семьям на школьников в будущем году станет фиксированной. Вопрос рассмотрен на заседании Постоянной парламентской комиссии по социальной политике. Законопроект разработан Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа в связи с обращением граждан. В 2021 году в федеральном бюджете были предусмотрены средства на социальные выплаты семьям с детьми для подготовки к школе. Эта единовременная выплата составила 10 тысяч рублей на ребенка. В Ненецком округе уже не первый год существуют региональные выплаты на эти цели для многодетных семей. В настоящее время ежегодно к началу нового учебного года многодетным семьям предоставляется единовременная социальная выплата к учебному году на компенсацию расходов. На эти средства семья приобретает обувь, одежду, спортивную форму, канцелярские товары принадлежности, спортивный инвентарь. И расходы компенсируются по фактическим затратам, но не более 9 тысяч. В соответствии с действующей редакцией закона округа получатели социальные меры должны предоставить документы, подтверждающие расходы. В проекте округа с 2022 года предлагают изменить компенсационный характер выплаты, то есть без подтверждения расходов, то есть чеки не надо будет предоставлять. Выплаты на школьников станут фиксированными. Размер выплаты на каждого ребенка в многодетных семьях составит 9 тысяч рублей. По итогам заседания комиссии проект закона рекомендован для рассмотрения в первом и втором чтении на ближайшей сессии 23 ноября. Эта служба и опасна и трудна. 17 ноября свой профессиональный праздник отмечают участковые, уполномоченные полиции. Несмотря на все трудности, они добросовестно несут службу по поддержанию общественного порядка на своих участках. Александра Литкова продолжит тему. Рабочий день участкового, уполномоченного полиции начинается с обхода административного участка и заканчивается тем же. Степан Данилов пришел на службу 16 лет назад, сразу после института. Говорит, его профессия порой сочетает в себе несколько других. Это и психолог, и социальный работник, и страж правопорядка. Вся служба, она довольно-таки сложная. А самый сложный случай, это случай всегда общения с детьми, в первую очередь, помощь детям, потому что они самые незащищенные у нас по факту того, что обижают их, ну и мы им помогаем. Население самое главное слышать, общаться с ними и помогать, помогать именно в их проблемах. Одна из задач участкового – проведение профилактических бесед с жителями на закрепленных административных участках в городе и в сельских поселениях. Например, рассказывать о методах, к которым прибегают мошенники, чтобы обогатиться за счет доверчивых граждан. В основном на их удочку попадают люди старшего возраста. Вот у нас такая памятка. В данной памятке расписаны все случаи, когда мошенники звонят и пытаются обмануть пенсионеров. Агафья Данилова однажды чуть не стала жертвой мошенников, но вовремя поняла, что звонит ей не внук, якобы попавший в ДТП. Какой внук-то? Куда попал? Почему 20 тысяч выручать? Я же догадала, что это жулики. Я говорю, ребята, у меня телефон выведенный в милицию, в дежурную часть, там светится и вся запись идет. Сразу дрын-дрын-дрын и положили. Просто надо отвечать уметь. 17 ноября уполномоченные участковые полиции отмечают свой профессиональный праздник, история которого началась 98 лет назад. А официально праздник в календаре появился в 2002 году. Отличившимся сотрудникам в этот день в здании окружной полиции торжественно вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Наверное, это мини-райотдел в одном лице. Безусловно, полный спектр функций, обязанностей от приема и регистрации заявлений до оперативно-розысканной деятельности практически все инструменты есть сегодня у участковых полномоченных полиции. Поэтому от всей души разрешите мне поздравить вас с сегодняшним профессиональным праздником. Также Максим Кузнецов поздравил участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Народные участковые-2021». Безусловно, все четыре наших участковых полномоченных, которые были выставлены на этот конкурс, заслуживают, действительно, каждый из них заслуживает победы в этом конкурсе, потому что мы действительно уважаем, пользуются авторитетом в тех населенных пунктах, где обеспечивают охрану общественного порядка, несут свою службу. По итогам регионального этапа, финальный этап прошел участковый из села Несь Владимир Колесниченко. Майор полиции на федеральном уровне занял седьмое место из 85 субъектов России. Уважаемые жители Ненецкого округа, выражаю вам благодарность за вашу поддержку в моей конкурсе на Селестийском конкурсе «Народные участковые-2021» года. Благодаря вашей поддержке я занял седьмое место, что очень для меня приятно, вам огромное спасибо. Также поздравляю всех участковых полномоченных полиции Российской Федерации, а также ветеранов данной службы с профессиональным праздником – День участковых полномоченных полиции. Накануне в селе Великовисочное на здании администрации торжественно открыли мемориальную доску в память об участковом Мирославе Хренивском и его супруге. Мы должны помнить о том, что на его месте, на месте участкового, его супруги, мог бы оказаться любой гражданин, проживающий в Великовисочном. И, конечно, то, что печально, он убил как раз именно этих двух достойных людей. Супруги погибли в ночь с 24 на 25 марта 1995 года от рук жителей села, которого участковый уполномоченный милиции Мирослав Хренивский поймал с поличным на краже. На следующий день страж порядка должен был провести с подозреваемым профилактическую беседу и предварительную проверку. Из чувства мести преступник расстрелял супругов из дружья. Жители села и его коллеги хранят память о добросовестном капитане милиции. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Внимание, налогоплательщик! 1 декабря наступает срок уплаты налогов за 2020 год. Чтобы избежать просрочки и начисления пени, налогоплательщикам необходимо проверить свои налоговые счета. Владельцам имущества, а именно домов, земельных участков, транспортных средств необходимо оплатить налог в срок до 1 декабря. Чтобы своевременно уплатить налог, можно воспользоваться сервисами Федеральной налоговой службы на сайте официальном, в мобильных приложениях для тех людей, кто пользуется планшетами, мобильными устройствами. Это мобильное приложение называется «Налоги». Также оплатить налоги можно через портал госуслуг или обратиться на почту или отделение Сбербанка. Для граждан, кто не получил налоговое уведомление, рекомендовано обратиться в налоговую инспекцию или в отделение МФЦ. После срока наступления уплаты со 2 декабря начинают начисляться пени за несвоевременную уплату налога. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Добрая аптека. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...